Рассмотрим случай, когда в цепи, содержащей сопротивление и индуктивность, действует ЭДС синусоидальная. ЭДС равна амплитудному значению, которое мы обозначим, ну давайте обозначим О0, умножить на косинус омега Т. В этом случае удобно использовать метод векторных диаграмм или комплексный метод, где мы вводим, заменяем ЭДС, представленный в виде синуса. Комплексной величиной, то есть само напряжение будет равно действительной части от Е в степени и омега Т. И, следовательно, ток у нас будет, ток мы будем искать в виде тоже действительной части от комплексной величины Е в степени и омега Т с той же самой циклической частотой. А и это будет какая-то некая комплексная амплитуда. Ищем решение в таком виде. Ищем решение уравнения, которое мы сейчас напишем в виде, который здесь у нас указан. А само уравнение будет состоять в том, что у нас дифференциальное уровень для тока можно записать в таком виде. Не ограничиваясь только действительной частью, а рассматривая комплексное значение И умножить на Е в степени и омега Т. Будет выглядеть так. Р умножить на И, на Е в степени и омега Т. И это комплексная амплитуда. Комплексная амплитуда. Будет равно внешнему ЭДС, который у нас действует, Е в степени. Здесь О нулевое. О нулевое на Е в степени и омега Т. И умножить на Е в степени и омега Т. Перенеся в левую часть слагаемое и связанное с током, получим L умножить на производную Д по ДТ и Е в степени и омега Т. Плюс Р и Е в степени и омега Т равно У нулевое Е в степени и омега Т. Отсюда у нас по определению выражения, связывающие амплитудные значения тока, напряжения, определяются законом Ома. Закон Ома для переменного тока. Закон Ома для переменного тока. При этом Z будет называться комплексным сопротивлением или импедансом. Комплексное сопротивление или импеданс цепи. Для того, чтобы определить, надо взять очевидно производную, здесь будет стоять L и при дифференцировании у нас Омега здесь появится. Е в степени и омега Т и И появится и омега. При дифференцировании у нас здесь будет и омега. И это у нас константа, комплексная величина, а L у нас стоял здесь коэффициент. Плюс R и Е в степени и омега Т равно у нулевое Е в степени и омега Т. В любой момент времени Е в степени и омега Т у нас везде одинаково. Поэтому отсюда мы находим ток и он у нас будет выносим за скобки этот ток. Здесь будет L плюс I умножить на омега L. R плюс I умножить на омега L равно U. По определению ток, умноженный на комплексное сопротивление, называется вот этой величиной. Где у нас использовано обозначение тока. Здесь у нас ток I от T, а это I у нас по определению называется мнимой единицей. То есть неудачное совпадение переменного тока и мнимой единицы. Поэтому иногда пишут так. Комплексное сопротивление X, L будет равно I омега L. А сопротивление X, R будет равно активное величине R. Вот это называется индуктивное сопротивление. Что означает I, стоящее здесь? И говорит о том, что на векторной диаграмме, на которой мы можем сейчас изобразить токи, ось токов. Токи у нас будут протекать одинаково и через... Поскольку у нас R и L соединены последовательно, то ток здесь будет течь один и тот же I от T. Поэтому мы здесь отложим I. При этом у нас падение напряжения на сопротивление будет равно I умножить на R. I от T. То есть будет совпадать по фазе с током. Ток будет совпадать с напряжением. Поэтому здесь мы можем отложить U, R. Вдоль действительной оси. А вдоль мнимой оси мы должны будем отложить U, L, которая будет равна X, L умножить на I омега L. Умножить на I от T. U, L будет равна I омега L, I как функция времени. И вот эта мнимая единица говорит о том, что у нас повернуто напряжение U, L относительно напряжения U, R. U, R это действительная величина, а U, L это мнимая величина. На графиках времени это, наверное, можно так сбросить. Если у нас ток протекающий I от T представлен в виде косинуса, I умножить на косинус, омега L, то напряжение U, R будет совпадать по фазе. Там где минимум, минимум, нули будут совпадать, максимум будет совпадать с максимумом. А напряжение на L будет у нас опережать. Это значит, что в тот момент, когда максимум будет достигнут здесь, напряжение на индуктивности уже достигнет нуля. А максимум был достигнут здесь заранее на расстоянии, если мы будем здесь откладывать фазу, омега T, на расстоянии минус π пополам. В этот момент времени у нас уже нулю равно напряжение. А когда только-только достигнет нуля, ток напряжение на индуктивность уже будет отрицательное. U, L. Поэтому график у нас будет выглядеть так. Там где минимум проходит через ноль, там где максимум проходит через ноль, там где ноль, либо у нас получается минимум, либо в этой точке будет максимум. Поэтому график будет вот так выглядеть. U от L. При этом говорят, что напряжение U L опережает. Опережает. ток И по фазе на π пополам. Вот это значение минус π пополам у нас и есть. π пополам. Часто путаница происходит такая. Зрительно кажется, что две синусоиды, которые у нас связаны с током и напряжением UR, вот они у нас синфазные, совпадающие фазы, если бы они двигались в этом направлении вдоль оси X, то они опережают. Как будто бы опережают. Здесь уже максимум, а здесь еще нет максимума. Как будто бы они опережают. На самом деле, никакого движения вдоль оси X не происходит. Это у нас ось времени. Она показывает, что в тот момент, когда ток только-только достиг максимума, напряжение UL уже прошло это значение максимума и уже достигло значения 0. То есть, оно опережает. Здесь будет 0, достигнут тока через π пополам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...